Здравствуйте, друзья! Светлана имеет что-то сказать. Светлана, скажи нам. Мы сейчас в дороге, у меня перед глазами нет ни монитора, ни результатов теста, но это касается того видео, где мы с женой собирались ехать и жена не хотела ехать, а муж хотел ехать. Я посмотрела ваши результаты тестов, что бы я хотела сказать в целом. Только ты знаешь, для начала напомни, что какого плана этот тест? Вы же не все видели предыдущее видео. Какого плана тест? Это тест Михаила Бородянского на различные вектора, который, в принципе, дает... Психологический тест. Психологический тест, который дает некоторую картинку про человека, что он может сказать, про его персоналитет. Что бы я хотела сказать в этой связи, что, ну, во-первых, я хочу вас обрадовать, что у вас совсем все в порядке. У мужа и жены. Да, у мужа и жены все в порядке, и можете смело эмигрировать, вам не страшны никакие буря и ураганы. Единственное, что, комментарий вот какой, что ваша супруга, она немножко не такая быстрая, как вы. Не такая стремительная. Не такая стремительная, да. У вас немножко темпа ритма, жизнь немножко разная. Вы побыстрее, а она немножко помедленнее. И в этой связи вам тоже нужно это иметь в виду, чтобы дать ей время. Это очень хорошо, что вы заранее озаботились и, может быть, даже это рок судьбы, что вы с нами связались, и теперь вы будете к этому относиться немножко по-другому. Дать ей время. И очень хорошо, что она это время будет иметь, потому что она более такой медлительный человек, и ей нужно потихонечку в это во все въезжать, потому что второй вот момент, о котором я хотела сказать, он плавно вытекает из этого первого, состоит в том, что она не просто медлительная, а если ее сильно тормошить и торопить, то она впадает в стресс. А вот в стрессе, и это мы тоже видим, она не очень хорошо его переносит. То есть, если вы стресс переносите совершенно нормально, вас ничего не собьет, вот так вот вы все идете, и нормальненько все, то супруга ваша в стрессе, она теряется и может себя проявлять не с самой лучшей стороны. Поэтому готовьтесь потихонечку, понимайте, что у вас есть время впереди. А то, что вы все препоны пройдете вместе, и все у вашей супруги будет абсолютно нормально. У нее все в порядке, она может быть и тестером, и поскольку она из IT, там она занималась продажами, получиться от тестера, пойдет вообще, еще будет 11 лет. Давай, может быть, я, Свет, пару два слова скажу. Значит, дело в том, что, мне так показалось, что не прозвучало так достаточно сильно. Дело в том, что там вот они как пара, каждый из них очень сильный. То есть, вот, когда ты смотришь на эти картинки, ты думаешь, ну, откуда вообще такие люди крутые вообще берутся. Но они разные, что, собственно, для супругов обычное дело. Вот мы обычно дружим с теми, кто типа нас, а супруги, они, как правило, дополняют друг друга. И я хочу сказать, что у обоих совершенно поразительные, очень сильные результаты тестов. Но поскольку они вместе, они сейчас решают задачу иммиграции, то вот муж, который, у которого приспособляемость очень высокая, так, он должен иметь в виду, что у жены приспособляемость, может быть, не такая высокая, при том, при всем, что она исключительно одарена от природы. И пойдет очень и очень далеко, если, как бы сказать, не мешать ей, не дергать, не наваливать на нее вот лишнего и так далее. Я правильно говорю? Да, я думаю, что так, знаете, как это, как говорилось, если вспомню, тише едешь, дальше будешь, вот. Это вот в данный случай такое? Да. Хорошо. То есть просто она, она все, она все очень здорово делает, но ее не надо торопить. Ее не надо торопить, она все потихонечку сделает, она умнится, и все будет хорошо. То есть, ты знаешь, что, давай тогда я скажу, что мне супруг, который написал это письмо, он мне лично еще потом написал, что вот они с женой вместе сели, они посмотрели, и супруга его как-то так, ну вот, по-серьезному отнеслась, она там вдумалась и так далее. То есть они как пара вот хорошо поработали, и я думаю, что они вообще как бы созданы очень сильно друг для друга, чтобы вместе эффективно, эффективно работать. Да, они как команда будут работать очень хорошо. Да, они потрясающие команды, и я хочу сказать, что они уже на пути, и все у них будет совершенно замечательно. Вот, поэтому давай им пожелаем успехов, правда? Ну, конечно, и все будет хорошо. Вот, и я еще надеюсь, мы у нас на канале их покажем, но в крайнем случае в скайпе, в скайпе-то мы можем их там откуда хочешь показать. Ну, конечно, ты знаешь, как уже человек отметился, да, и уже дальше всем становится интересно отслеживать, что с ним дальше происходит, поэтому... У нас на канале есть несколько персонажей, вот, например, Танечка из Донецка, если ты помнишь, юная. Да, конечно, я помню. Таня, 16 лет, выиграла грин-карту. Вот, очень многие спрашивают, покажите еще Таню, как с ней стало, там все такое. Вот, и еще у нас есть из Казахстана молодой человек, тоже почему-то вот очень многие спрашивают, казахстанцы в основном спрашивают, как там, вот как там, вот он, что там с ним стало. Вот, а он, надо сказать, что очень успешный, и все у него совершенно классно. Так что я надеюсь, что вот и у ребят тоже все будет замечательно, мы им передаем привет. Счастливо! До свидания!